Субтитры создавал DimaTorzok Значит, эпизод я показываю с вашей помощью Раз, два, три, четыре, пять открытых форточек С той стороны еще пять, что еще пять Плюс еще двери открытые Круглые сутки, круглый год И вы как свидетель Вот это вот однолетние были посажены персики Сеянцы непривитые Значит, первый год они выросли, допустим, мне до пояса До груди Были сильные обрезки сделаны Один даже погиб Сильная-сильная Веточки взяты Здесь на три градуса всю зиму было теплее Но все равно зима, все равно Сибирь Вот На три градуса То есть все равно Сибирь Не дает возможности завести всякой гадостью Вот, сильно обрезано было Выросли за лето За 2020-й, прошлый год Вот до такого состояния Уперлись потолок Он потолок высокий И Сергей обрезал их вот так, смотрите Теперь получилось следующее И так картина поменялась Это важнейший разговор, друзья Важнейший Вот, помните, я против обрезка Но это вынужденная обрезка Назовем это деревьев маточными Или по-другому обеченными Там это Деревьями Жертвенными Вот он так обрезал Смотрите, любите Дерево таких Один погиб Еще один теперь После первой обрезки Один, после второго Этот жив здоров Вот Этот еще здоровее Видите Вот Высота, сами видите Чуть выше колена Так Значит, в чем это получилось Это очень важно знать Почему Даже Елена Александровна Прихватизировала у Сергея Вот Так и не сказала Сколько это было Сколько стоило Или хватило улыбки Может Но она Увезла Персики В Красноярск Но те персики Сразу предупреждаю Елена Александровна Вот Они привиты на абрикосы Пойдут ли в теплицу Неизвестно Может и не пойдут Так вот Тем не менее Тем не менее Что получилось Объясняю Это очень важно Итак Когда я заглянул Две недели назад Все было нормально Просыпались почки Я увидел Дикую Жуткую картину Муравьев На каждом Было Чтоб по 100-200 А может и больше Я вообще не смог Сосчитать На каждой Значит Все От самого основания До верху Было покрыто Тлей Причем Тлю Я такой Никогда не видел Видимо До сих пор У меня на пирсках Не было ни одной Тлинки За все 25 лет Я этим занимаюсь Ни одной Тлинки Наверх Вот Аллатар Я купил Попрыскали Все С тех пор До сих пор Ни одной Тлинки Исчезли без следа Даже Трупиков не видел Вот Исчезли без следа И ни одного Муравья И сейчас Каждый раз Захожу Ни одного Муравья Ни одного И так Значит Естественно Что существуют Дикие страшные Виды борьбы С муравьями Так Откуда они взялись Не знаю Муравейников Тут нет Тут Крем По-моему Не для них Вот Они видимо Нашли сюда Дорогу И со всего сада Сбежали Больно много Их было Наверное Они отравились Кля Исчезла Без следа Наверное Больше не сунутся Значит Получается так Стоило Искалечить Вот как Калечит вся страна Под руководством Наших Этых Понимаете Да Под руководством Кого Вот Той же Тимиряевская Академия Стоило Искалечить И теперь Начинается Все Одно Да потому Начинается Бесконечная Борьба Потому что Все Не только Стреля Веред Просто Муравьи Они Самые умные В этом мире Насекомы Они уже тут же Ура Нашли Искалечить деревья Когда вот так Деревья Калечишь Почему два года Не было ни одной Клинки И за два года Я честно говорю Я всегда вот так делаю Молча За два года Я видел Одного Муравья В питомнике Видимо Разведчик Сунулся Нет Чего пожрать Все А так Получается Что Разница Гигантская Стоило Искалечить Вот они Все А в природе Это что Бывает Кстати Они не дадут Муравьи Другим Жрать Они Это самое В содружестве Но не с жуками Не с гусеницами Но деревья Были бы уничтожены Если бы вы видели Вот это Вот Ища дядок Все было закрыто Только Искалеченные деревья Являются Этому причиной Не муравьи Сволочи Ах они Такие Секие А то что Деревья Потеряли иммунитет И тут же стали жертвы Вот это повторяю И для меня Это такой важнючий Факт Уже важнючие Не бывает В природе Вот такой факт Что не ты рожешь Тего деревья Без необходимости А продолжается Вахханалия дикая Еще буду показывать Это первое Второе Искалечили деревья Что мы видим Два года Елена Александровна Ни одного Листочка Ни единого Который был бы подпорчен Смотрите Видите что на кончиках Делается Это результат Не то что Тут как грибы Поселились Давайте тут же Прыскать Не я прыскать Не буду Сами вы должны Вылечиться Деревья Вот На кончиках Видели Кто-то назовет Бактериальным Моржологом Кто-то назовет Что-то не придумали Пока еще На начальной стадии Дальше вроде Не развивается Но Самый важный момент Отключает В том что Еще один факт Два года Прошло А на третий год Дерево Чуть ли не А одна Одна полностью погибла Там была Обрезана Так что Вообще Живого места Не было Вот Вот это Второй важнейший момент Ради этого Живо Ради этого Мы с вами Смотрим Мне нужно Как можно больше То что я Попер Против всей науки Академической науки Всей Которые Не понимают Что нельзя Калечить деревья Для них Это как Повод Заработать И все А что Потом Они не видят Вот Как учителя Типа Я говорю Плавание Которая Учит Плавать На берегу Но Я вот это Написал Низит Гнойник Вот эти Теплицы Я называю Гнойниками Выращивайте Из них Например Помидоры Еще что-то Ради бога Только Садоводство Они Противопоказаны У них есть Они сделаны По принципу Экономно Экономно Вот Потому что Попробуйте Сделать Теплицу В дорожании Ой Фортичку Еще В дорожании Вот То есть Нам они Не подходят Увы Теплицюм